Александр, я депутат Донецкой Народной Республики и непосредственно участник судья, руководитель РНСУ. Что происходит? Сейчас происходит, силой ДНР заняли здание Национального банка Украины, Донецкую область, заняли Министерство доходов и сборов Донецкой области и здание газночейства. На данный момент в здании банка находятся представители всех управлений, которые проводят совещание с целью предпочинения банковской системы, чтобы все наши налоги, которые собрались в Куриды Национального, уходили на благо нашего общества, в нашей республике, а не в Киев. Киев вырешал платить на трензи Виталий Викторович. Александр, расскажите, а как Вы будете выплачивать пенсии в дальнейшем? В дальнейшем все будет четко, то есть на основе доходов и сборов, которые мы будем получать, мы будем рассчитывать уже пенсию. Сообразно тому, что люди получаются за зарплаты, повышаются и все остальное, то есть больше денег стоит на местах, поэтому я думаю, что зарплаты пенсии вырастут на время. У Вас есть специалисты, которые будут? Да, конечно. И выплаты будут происходить? Конечно, будет все четко, это будет работать. А такой вопрос, а аккумулируется сейчас счета, счет у Вас есть какой-то, что аккумулируется? Я, честно, не силен в экономике, но в экономическом мире, что сказали, то есть это, ну, такое действие не происходило бы просто, ну, так, спонтанно, да, то есть к этому люди готовились, сидели, специальные врачи, которые занимались спонтанно. А люди, которые вот там вот, если женщина выходит, к ним население какого-то? Если никакого населения не было, мы зажгли, по максимуму, то есть не на предприятии, потому что она приходится к нам, чтобы не было, что-то было, что-то было. Вот, собрали, то есть в Министерстве доходов, где я непосредственно принимал участие, а заход, это люди мои, вот, мы, в принципе, это вообще, то есть по максимуму. Сейчас люди вернулись на свои места и работали в штатном движении. То есть кто хочет, кому там стало плохо, еще что-то, кто-то вернулся домой. Как происходит здание банка, я не знаю, но я думаю, что просто. Либо их распустили, либо там желающие могли остаться, работали дальше. Александр, а сколько ваших людей сейчас здание? Здесь, я не знаю, с Министерства доходов мы сняли полную дюймпекцию и ввели на договорную. И, скажите, пожалуйста, откуда идти? Сколько час назад это планировалось? Сколько времени планировалось? Ну, не разумеется, больше месяцев. С того самого момента, как мы пришли в пласть. Все это дело подготавливалось довольно тщательно и просчитывали все эти моменты. Вот. Сколько по времени сегодня заняла операция? Ну, скажу, примерно с 11 дня. Правоохранительные органы не оказывали вам сопротивления? Не оказывали сопротивления, всячески нам помогали. Вот, поэтому, как бы, никаких проблем нет. Мы с ними давно уже с треничем вместе и не перепрошли нам. С Пожедаевым или с Судневым? Честно, там Пожедаев был. Я просто не силен. То есть, кто по городу у себя, по Макеевке, я могу сказать. Кому там заходить. А можно тогда по Макеевке еще вопрос? Скажите, что с созданием СБУ Макеевский? Его заняли военизированные отряды господина Безера. Продолжение следует...